сегодня сплю снится такой дурацкий сон что я еду на контракт причем я уже здесь нахожусь и очень приезжаю в аэропорт и вспоминаю что у меня нет багажа с собой документы правда кто-то мне отдал телефона тоже нет дайте телефон телефон где-то нашли какой-то бодраный я звоню жене говорю осталось 40 минут давай наташа бегом она очень приезжает причем не на машине автобусе с какими-то пакетами самолет должен вылетать 12.00 без трех минут 12 она приехала я думаю надо звонить в офис то что я опоздал первый раз жизни просыпаюсь думает вообще кошмар но думал что буду записывать и как бы жизнь сама подсказывает что случается в машинном отделении мы сюда приходим пошли решили этот лов сейчас дон кинстон скрыть и аноды особенно медный смотрите на видео конечно за год вообще по износился хотя надо было чтобы предыдущий экипаж резину эту отрезал что мы сделали и постепенно износ шел вверх и у нас еще четыре есть запасе анод как вы помните убивают все эти бактерии и микробы все чести и в трубах а а алюминиевый анод делает наслоение маленькой пленки внутри труб чтобы они не ржавели так химический процесс идет вот и следующее тоже в этот когда не вскрыли кинстон я прохожу мимо панели main operating panel и смотрю что наши двигатели электронные индикаторное давление на четвертом цилиндре упала вниз девейшн такой раньше не было но я там регулировал pzpc а те нормальные давление сгорания давление компрессии ну думал вручную подрегулировать и в этот момент пока я там нажимал об четвертый цилиндр в общем выходит из строя сразу же появляются алармы сисию юнита out of order это цилиндр контрол юнит ну бегом все прибежали естественно главный двигатель пошел в slow down slow down смазки нет ничего нет мы останавливаемся с полного хода 72 оборота падаем на дэд слова хэд и где-то нет ни одна слова хэд 25 оборотов ну я бегом на мост позвонил все там раз-раз передали управление нам и он не останавливаться в стоп поставили телеграф телеграф а естественно судно движется груженное вода винт крутит цилиндры стучат первым делом что нужно сделать взяли перезагрузили систему именно цилиндр контрол юнит номер 4 перезагрузили его который состоит из мульти корпус контроллер которые взаимозаменяемые и все раз-раз канцел слоу даун нажали передали управление на начале от нас попробовали передали управление на мостик и пошел пошел главный раз-раз идет идет снова это индикаторное давление на четвертом вылазь что же делать ну думали датчик в принципе скорее всего так оно и есть начали продувать индикатор она еще больше падает посредину там на месте как бы нормально в запасе начали искать его вроде бы нет надо заказывать потом всплыл тот факт четвертый механик сказал что оказывается это раньше было два раза мне никто не сказал начал я в инструкции искать ну смотрю вышел на панель автотюнинг еще помню на курсы ходил но как бы на на ходу сам настраивается автотюнинг pz pc и это индикаторное давление ну думаю ладно уж искал инструкции не нашел на что нажимать ну ладно еще раз слов даун поймаем таким выделил пей ай нажал пол он там по булькал где-то три минуты мог бы отравнялась все ну пока это еще рано радоваться и хорошо что случилось это не час ночи не в два с 8 до 9 пока что едем будем конечно держать как говорят в офисе клоузли мониторин и наблюдали главное чтобы это в америке не случилось может кстати раньше тоже ловили slow down ну по температуре газов там термокаппал на ком-то на третьем цилиндре я живу надо будущему поколению то говорить чтобы мы были готовы а то так раз и откуда ни возьмись такая проблема нарисовалась вайпера фельпинского girlfriend бросила он что-то взял ключи гаечные начал там выкладывать имя ее там что-то признанием любви лег на полугу его отсняли фоточку и отправили этой подруге не сегодня а завтра может отправить так у нас развлекаются люди машинном отделении гаечене это на 7 ворот он должен в один и рак наверно то и мангель и чечку вайт кола а это вот так У меня руками не смотрели, так вот, да, чёрт, да, да. Ещё на часик время назад перевели, это у нас уже разница 6 часов с моим домом. Такие бы переходы по 20 дней, штук бы 5 за контракт, и закончился бы он намного быстрее. Так неохота в порт приходить, потому что там ждут нас проверки. Так спокойно, жизнь уже утряслась, всё классно вообще, мне нравится. Просто чувствую себя очень хорошо. Ну ничего, и проверки все пройдём, и с проблемами справимся, которых вообще мизер здесь. Сижу, наблюдаю, вышел аларм, air cooler cooling water inlet temperature, 37 градусов, 36,9. Ну вот там вахтенный механик побежал вниз, что-то ничего не происходит. Хотя, если посмотреть сюда, смотрите, Central Cooling Water System, это забортная вода. Температура забортная поднялась 27,4. Работает один насос, ну при желании, если вообще будет. 33 градуса можно второй запустить. Ну, для начала нужно, мы сейчас идём на одном холодильнике, забортной воды, нужно Central Cooler, открыть ещё один. Потом второй вариант. Второй вариант, можно запустить ещё один LT Pump, ну, либо регулятор там немножко навернулся. Один уже по Hot Water на главный двигатель тоже ходим, вручную крутим. Хотя сделали гарантии клеем в завод. Ну, пока что полвосьмого, сейчас пойду, посмотрю, что там происходит. Как оттеннинговали главный двигатель, нормально всё. Там параметры в норме, на одной линии всё. Температуру понизили на Air Cooler. Благодаря тому, что открыли второй холодильник. С помощью этой затейливой пасты, прочистили все FI-PPM unit и всё стало работать. Вообще, просто нравится, что пользуетесь. Ну, любой пастой, не только этой. 11 сентября, несчастливый день для Америки. Сейчас у меня с домом минус 6, плюс 6 часов. Проснулся я в 5 утра, потому что спать уже не могу. Ну, так и все тоже мучаются. Хотя, если идти обратно через Атлантический океан в Испанию, там, конечно, будет ещё хуже. Будем не высыпаться. Какая красота за бортом. Тишина, солнце только встало недавно. Что-то я проголодался, пойду на завтрак. Неделю уже не ходил. На том контракте я попросил фитера, чтобы он сделал турничок. Но этот уже приезжаю. До этого был, по-моему, спортивный капитан. В спортзале там всё выставили. Поэтому нам сейчас приходится мучиться в госпитале, играть в теннис. Ну, и сделали брусья. Кстати, вот тоже купили бассейн, который мы не можем найти. Какой-то, не знаю, маленький. Хотя идём через Атлантику, можно было воду набирать и сидеть. Надо собраться как-то с силами, спросить, где он находится. Как это всё выглядит. Как его крепить. У меня и таких не было. Обычно стационарные. Но сейчас, видите, судовладельцы заказывают такие суда, что для экипажа всё меньше и меньше места. Здесь должно быть вообще два спортзала. Одна комната для тенниса, вторая для качков. И бассейн раньше был на старых судах. Вообще вышел там, посидел. Я и с индусами работал. И с вьетнамцами они сидели там, как вот эти вот... Отмокали. Сейчас, конечно... Ну, я лучше уж буду без бассейна, но на таком пароходе. Вечером пойду на проверку турничков. Хотя я хожу, я просто не снимал. Там я покажу, как гуси выглядят. И турничок. Надо же тоже периодически висеть. Вес немножко начал падать. Снова картриджи закончились. Сухие. Бумаги нет. Сейчас поищу. О, слава богу, бумага тут. Хватает её. Новые формы с компанией прислали. Давай, в общем, строчи. Ну, я думаю, хватит на месяца два. Так выглядит наша канцелярия. Пустые картриджи. И всё. Ну, это ещё я видел с момента приёмки. Всё осталось в том же состоянии. Пока я искал, куда бумагу положить, залез в ящик. А в предыдущей стране я оставил горчичный порошок. И я тоже привёз. Так что теперь горчицы будет очень много. Утро. Утро вообще красивое. Просто песня. Потеплело что-то сильно на улице. Салмончик нам даст. Такая музычка у него играет на камбузе. Весёлая. Салмончик это лосось. Засолим и будем кушать. Какая-то такая погодка. Давайте с этой палубы ещё уйдем. Опа. Шалтопа. Шлюпочка наша. Красота. То ли ночью дождь был. Ну, нормально. А пристил палубу, а то солёная вся белая. Просто песня. Чисто снова на курорт приехали. Бескрайние просторы нашей земли. КОНЕЦ Вчера протестировали энергосистем перед заходом в Штаты, все нормально, все алармы, три псы проверили. Повар поет. Веселая песня о Филиппинах, подпевает. Красавчик. Что это за новый химический хлеб? Это кошмар какой-то. Таков мой завтрак раз в неделю, просто хочется есть не в Моготу. Здесь просто настало лето, градусов 30 на улице. Пока все бумаги распечатал, что-то прилетело сегодня много писем. Пойду сейчас в машину снова к товарищам. Чем ближе к Америке, тем больше проблем всяких. Изобилие воды у нас, оба танка полные, по 214 тонн. Но жара настала неимоверная, где-то 32 градуса на улице, причем внезапно. И попали мы, не знаю, в Гольдстрим, наверное. Сегодня температура воды, посмотрим. Но градусов 28 должна быть. Может, кстати, поискать бассейн, надо у босса у нас спросить. Разложить, покупаться в такой синенькой водичке, даже вообще красота. Вы помните, мы вскрывали недавно, вчера, Кинстон, Донный, Лоу Си Чест. И инспектировали там два нода, алюминиевый и медный. Так вот, на одном судне также электромеханик пошел, инспектировал. Сказал второму механику, чтобы он закрыл вход-выход воды на Донный Кинстон. Он тот говорит, да, иди, все нормально закрыл. Но он отдает, правда, не крышку снимал, а сверху. Так они закручиваются. Сверху в эту здоровенную крышку. Его как долбануло вверх. На метров 30 улетел. И просто сделали из engine room, из машинного отделения, бассейн. Ну, ничего, зато можно купаться. Посмотрите фотографии, как это весело на фотках, но не весело в жизни. Поэтому нужно даже себя контролировать раз, раза два, три. Я себя вот в бумагах точно контролирую три раза. И ту ошибки делаю. А в таких вещах нужно быть очень внимательным. Идем на разведку бассейна. Где он? Где бассейн? А вот, ё-моё, вот гады. Надо им поменять. Вот это что ли? Да. А где сам этот? Брезент. Ой, ё-моё, это кошмар. Его так разгребать. И я думаю��란 – что это не нет. Это моего роман И это лидер. Я чётORTER. И я думаю, что это получилось. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова